Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас в гостях председатель подкомиссии Сейма по здоровью Виталий Орлов. Добрый день. Добрый день. Я хочу сразу же извиниться за то, что был какой-то недели две назад. Я должен был быть в студии, но затянулось пленальное заседание. Не состоялась наша встреча. Сегодня пятница. И я... Зато, я так понимаю, всех депутатов Сейма, ну, по крайней мере, большую часть, и вас в том числе, протестировали на этот коронавирус. Да. И еще, опять же, хочу сказать, дело в том, что я оплатил сам этот тест, потому что считаю, что безответственное отношение депутата Каймеша к коллегам-депутатам даст мне теперь возможность выставить ему этот счет 100 евро, который был оплачен за проведение теста. И в качестве того, что он сделал, придя больным на работу. То есть, фактически, вы хотите ему этот счет предъявить, да? Я хочу предъявить этот счет, да. Ну что ж, это, конечно, замечательно. Что касается, действительно, системы здравоохранения, поскольку вы и сам медик, и возглавляете профильную подкомиссию, работаете в комиссии, кстати, и по социальным делам, все-таки, как вам кажется, вот эта система, как она работает в кризисе? Что сделано, что может быть не сделано, на ваш взгляд? Понятно, что система первые столкнулась с подобной пандемией, такого уровня и таких последствий. Мне кажется, что мы ее переживаем более-менее нормально, с точки зрения медицины, да, а не с точки зрения экономики. С точки зрения медицины переживаем более-менее нормально, только потому, что у нас все-таки еще советская школа эпидемиологическая, которая отличается от западноевропейской и американской, и мы видим последствия, которые, с которыми они столкнулись, да. И здесь кто-то может там вспоминать хулить это самое советское прошлое, я могу сказать, что это спасает нас, и тот подход эпидемиологический, и те специалисты, которые были сформированы в то время, они... В основном заканчивавшийся Санкт-Петербургский, Ленинградский институт эпидемиологии, да? Да, и наш Сриджский, это самое. И я думаю, что с точки зрения медицины мы пока справляемся хорошо. Конечно, мне кажется уже, что надо постепенно начинать тестировать на антитела, потому что тесты, которые делаются на коронавирус, мы видим, что идёт снижение выявляемых заболеваний. Конечно же, может быть, эти четыре рейса, которые, репатриантов, которые вот были осуществлены или в ближайшее время будут осуществлены, они добавят какое-то количество, но надо уже, наверное, начинать тестировать антитела, и может быть, мы узнаем, что уже в обществе начинает формироваться иммунитет коронавирусу, и тогда правительство сможет принять решение о каких-то послаблениях, или, по крайней мере, 12 мая будет это последним днём это самое, или нужно что-то продлевать. Но, в принципе, не исключено, что уже часть, возможно, переболела бессимптомно, даже не подозревая об этом. Я уверен в этом на процентов 95. Есть ещё один важный аспект, который, может быть, один из уроков кризиса, это вот, как выяснилось, у нас нет в госрезервах, не было достаточное количество вот этих средств индивидуальной защиты, особенно для медиков. Я к чему это говорю, может быть, многие обратили внимание, что по линии сотрудничества межпарламентского Латвии и Китая китайская народная республика прислала именно в парламент защитные вот эти респираторы. И я так понимаю, что вы, по-моему, вчера или позавчера в родном Екапиосе побывали и там вручили мэру вот эту часть респираторов. Да, может быть, несколько слов об этом и потом мы там в комплексе поговорим об этой системе индивидуальной защиты. Да, ну, и мы все помним, что Евросоюз был один из первых, который помог Китаю когда он боролся с коронавирусом. Если не изменять память, было порядка 64 тонн медикаментов и техники отправлено в Китай, в Юхань, в центр борьбы с коронавирусом. И мы видим, как довольно-таки жесткие меры, которые были приняты в Китае, они дали результаты. Ну, я, скажем так, как врач, он очень левеет, да, и я доверяю тому, что действительно в Китае это уже прекратилось. Безусловно, будут определенные отдельные вспышки, это понятно, без этого невозможно. Кто-то из соотечественников будет возвращаться с коронавирусом, это понятно. Но то, с чем они столкнулись в январе, это уже, конечно, в прошлом. А там был вообще ад в таком ощущении. И теперь, я так понимаю, что Китайская Народная Республика, скажем так, показывает свои жесты доброй воли и на обращение в посольство Китая в Латвии парламентской группы сотрудничества, которую возглавляет Вячеслав Набровский, был, скажем так, был вот такой жест передача 5000 респираторов, респираторы это второго уровня П2, так называемые, которые необходимы именно для социальных работников, полицейских, пограничников, вот тех, кто должен выполнять повседневную работу, но не сталкивается с конкретно больным, зараженным коронавирусом. То есть, для них, для тех, кто сталкивается, для медиков должна быть еще более высокая степень. Счита, да, ее должны обеспечить само государство путем приобретения централизованной закупки или находя предложение на местном рынке. И вот это количество 5000, наверное, для кого-то покажется это вот такое, ну, что такое 5000, это самое для Латвии, да, но могу сказать, что вот эти 303 маски, которые я привез в Екапилс, как сказал мне мэр города Айвракапс, что 20 человек, они идентифицировали, что 20 человек это те, кто контактирует по роду своей деятельности, может потенциально контактировать с возможными больными. Это социальные работники, это муниципальные полицейские, которые проверяют, соблюдают ли самоизоляцию, карантин, вернувшиеся репетрианты, и этих масок им хватит на две недели, а это значит, что закупка осуществляемым государством или самим мунициплином, как говорится, в следующее там позволит определенное время, чтобы службы работали и поддерживали какой-то порядок и функции свои выполняли. Да, вот мы знаем, что наряду с медицинскими вызовами, которые возникли, есть еще наверное целый ряд таких последствий экономических и социальных, но поскольку вы работаете в комиссии по социальным делам, вам все это близко, мы понимаем, что одно пособие или два пособия за март и апрель по Диксталу по простою не решит проблему, мы знаем, людей увольняют каждый день, отправляют на отпуск без содержания, люди теряют работу, и я так понимаю, что вы как оппозиция от согласия тоже готовите соответствующие поправки, может быть, несколько слов об этом? Да, если посмотрим данные за очень короткое время, порядка 5 тысяч, там, 700, 4, 800 тысяч людей стали безработными, и количество безработных у нас уже увеличилось до 61 тысячи в стране, и если радиослушатели помнят, дебаты, которые шли в конце прошлого года, когда мы принимали бюджет, Министерство благосостояния предложило сократить количество времени, по которому выплачивается пособа беззаботиться, и сократить и объем выплачиваемый. Тогда уже оппозиция, дебатировали, мы об этом говорили о том, что пособие безработицы это подушка безопасности, когда человек платит все налоги, когда наступает время, когда государство должно ему это вернуть, она его и спасает, и дает возможность, скажем так, в первое время жить и искать себе новую работу. Оппоненты говорили, что у нас появился определенный слой классических безработных, которые не ищут работу. Хватит им 80. И уменьшение выплат и срока безработицы это заставит их быстрее найти работу. И вот случилась эта пандемия, когда люди резко потеряли работу, и я сомневаюсь, что они в ближайшее время ее смогут найти, потому что выезды, скорее всего, будут ограничены, страны не будут принимать, потому что у нас люди находили здесь работу, были ли временные крестьянские сервисные работы в других странах, или уезжали по специальности работать в другие страны. И поэтому наша фракция, Андрей Климентев, подготовил поправки к закону о безработице, который он предлагает вернуться к первоначальному варианту, когда в течение 9 месяцев потерявший работу получал пособие безработица, первые 3 месяца в размере 100%, вторые 3 месяца в размере 80%, и последние 3 месяца в размере 70%. И, учитывая ситуацию, которая сейчас есть на рынке, мы хотим, чтобы сократилось и то время, которое он должен отработать в течение года, чтобы претендовать на это пособие. Не так это просто сделать, потому что работаем мы сейчас в режиме отдаленной работы в парламенте, то есть это фракции собираются отдельно, на большом экране мы видим спикера, который призывает рассматривать вопросы, тяжело дебатировать, потому что нужно записываться, иногда спикер не донеряет слова. Хотя это странно, потому что фракции собираются отдельно, и у вас там тоже довольно много людей, Ну, мы сидим на расстоянии двух этих метров, все разбечено, телезрители и радиослушатели, которые сидят, могут видеть, что стараемся все соблюдать дистанцию, да, и здесь вот чтобы достичь этого результата, мы решили, что мы напишем этот законопроект, подадим его, перейдем, где Андрей Климентев и работает, и попросим созыва очередной заседания парламента, что позволяет Саймон Скарте-Басрулес, и посмотрим, как на это отреагирует позиция. Ну, я считаю, что логика в предлагаемых вариандах, она ясна и понятна, что люди, которые платили налоги, должны получить, и платили налоги определенное время, должны получить это государство, когда возникает вот такая непредвиденная ситуация, возможность какое-то время получать пособие и одновременно искать. Я не думаю, что сейчас люди, есть профессиональные, безработные, ну, даже не знаю, есть ли такие, ну, наверное, чиновники, которые теряют работу, вот они стараются отсидеть свой положенный срок. Потому что они понимают, что пособие у них будет хорошее. Оно будет больше, чем, наверное, следующая работа. А вот люди, которые работают, нет, они понятны, что один месяц, два месяца, три месяца, но начинают искать работу, потому что работа это, ну, залог благополучия и какой-то стабильности. Вот тоже интересно, когда мы уже упомянули чиновников, сейчас вот нынешняя ситуация заставила практически все госучреждения муниципальные перейти в так называемый удаленный режим, виртуальный. И оказалось, что, может быть, действительно нам такое большое количество клерков. Не надо. Ну, мне так это тяжело. Судите, я вижу только то, что вот когда началась пандемия коронавируса и чиновники, я говорю, если в Министерстве здравоохранения, которые должны были принимать решения, я вижу, что часть решений, на мой взгляд, были не совсем правильные. Может быть, я сейчас говорю только потому, что вижу, что они были частично ошибочные. Допустим, это те же самые патрианты. Почему люди покупали билеты за свой счет, почему нельзя было обязать перевозчика, продавая билет, стоимость билета включить уже маску. Потому что при покупке билета или при регистрации уже на борту он бы находился с маской, выйдя в аэропорту и даже сев в такси или в общественный транспорт, он мог бы доехать, уже обеспечивая какую-то защиту от возможного заражения других. Это не было сделано. Не было сделано, не понимали, во-первых, какие нам нужны средства защиты. Почему-то думали все, что обыкновенная маска, она спасает. И только потом нас всех просветили, что оказывается простая маска это вообще как говорится просто атрибут. Только маски FFP2 и FFP3 уровни они защищают людей от коронавируса. А все остальное это как бы аксессуар. Аксессуар, да, ну как безусловно любое, любое, что есть на защите, какая есть, будь то шарф, будь то маска простая, она безусловно что-то помогает, но нельзя говорить о том, что она обеспечивает какую-то вот защиту реальную. Приверемся, наверное, буквально пару минут на перерыв, потом вернемся в студии депутат Сейма Виталий Орлов, не переключайтесь. Да, вот добрый день еще раз Виталий Орлов у нас в студии депутат Сейма, вот когда мы говорим об уроках вот этой пандемии, вот мы уже в самом начале сказали, что да, не было стратегических запасов вот этих средств индивидуальной защиты, но ведь сейчас оказалось, что по существу мы должны импортировать вот все эти средства защиты, включая маски, респираторы, но можно их делать и в Латвии, прямо в вашем родном городе чуть ли нет. Это правда? Так и есть, и вот сейчас даже вот агентство ЛИА, агентство инвестиций и развития, у него есть программа для поддержки предпринимателей, которые будут производить средства защиты. Именно в Латвии здесь? Именно в Латвии. И здесь вот опять, мне кажется, что они не совсем правильно подходят к этому вопросу, потому что купить просто линию и поставить ее, допустим, в Лепре на какой-то фабрике, которая делает хирургические маски, да, это много ума не надо, потому что купить линию предпринимателю, у которого есть там 200-300 тысяч, он это может сделать, но вопрос-то стоит не в линии, вопрос-то стоит в исходном материале, а исходный материал, Катрон, это у нас только Средняя Азия, которую все равно нужно будет покупать и поставлять. Через хлопок, да? Через хлопок, да, поставлять в Латвию. Да. И, ну вот, давайте подумаем, если, значит, в Лепре будет стоять фабрика, которая будет делать хирургические маски. Да, какое-то время, пока цены в Китае большие, да, она будет, наверное, позволить закрыть эту возможность, но, как только все вернется на круги своя, Китай будет производить маски по цене 1-1,5 цента за маску. Так дешево? Такая, да, такая была цена. И что ты можешь этому противопоставить? Да, и вопрос, что сможет Лепре этому противопоставить? Так. Здесь нужно идти по другому пути. Здесь я считаю, что, как маленькая страна, мы должны работать над продуктами, которые высокотехнологичны и высокоприбыльны. И вот, производство масок FFP2 и FFP3 это именно то, что должна делать наша страна. Потому что, я считаю, что самое было бы правильно, это приобрести линию, даже старую, может быть, которая делает эти маски, которые защищают врачей и защищают контактирующих с возможными носителями коронавируса. но приобретя их при одном условии, если поставщик, который поставит еще исходный материал. То есть, мы приобретаем не только линию, старую, бывшую, неважно, но мы купим из чего... нет, это не хлопок, это уже переработанный пластик. Это уже серьезно. И следующий этап, когда пойдут деньги на зеленую экономику, здесь сделать завод, который будет перерабатывать пластик, из него делать материал, который, оказывается, востребован во всем мире. Вот какое мы должны производить. Я считаю, что такое, да, мы никогда не сможем конкурировать с китайцами по производству обыкновенных хирургических масок. Никогда. Никогда. А вот делать более дорогостоящую продукцию, которая востребована во всем мире, это нужно, и нужно идти этим путем. Посмотрим, это, я понимаю, такое предложение в ЛИАА есть, каким оно пойдет путем. Ну, здесь уже, я надеюсь, что подключатся и депутаты, которые будут, скажем, так спрашивать, почему было принято такое решение и насколько конкурентно способны, и насколько целесообразно было вложить так или иначе деньги. А вот в Екапиусе производят какой категории? ФФ, что там? ФФП-3, самое лучшее, это контрактное производство, делается по технологии компании Деггер, знаменитой немецкой, немецкой, и из ее материалов. То есть, в принципе, они уже поставляют готовое сырье? Да, чтобы поняли, наши лидерослушатели, это, допустим, как завод ТРНО, который есть во Франции, который есть, допустим, в Калининграде или где-нибудь в России. Да, понятно. То есть, это та же самая маска, только делается в других местах, а компоненты, которые поставляются от... А Екапио сам может закрыть все потребности медицинные медработников по этим маскам? Да, при условии, если бы государство договорилось бы с компанией Деггер о том, что попросило бы оставлять в Латвии столько продукции, сколько может произвести, и оставлять для нужд медицинских. А сейчас Екапио еще умудряется экспортировать? Он отдает назад компанию владельцу этого самого Деггера, она поставляет назад. То есть, они дают исходный материал, Екапио сделает и отдает назад Деггер. И работы у них много. И разрешено часть, учитывая ситуацию, да, по договорам с Министерством здравоохранения и та самая для наших медиков и поставить. И уже поставляют сейчас? Поставляют, да, неотложная помощь берет потому что они были первые, кто это сделал и они продолжают это брать. И, в принципе, если бы была бы договоренность между правительством Деггером и производителем здесь в Латвии, то все можно было бы сделать для медиков, все можно было бы сделать здесь на месте. Но это должно быть желание. Если, я знаю, что в Украине, на Украине, да, президент Зеленский звонил лично в офицерскую компанию и просил, чтобы они произвели для Украины 500 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть, человек, не то, что с ним зашел, наверное, просто он еще простой, да? Еще не понял, что он президент. И он просто позвонил, попросил, и они, и швейцарцы это приняли, они это сделают для Украины, да? А почему наш премьер-министр не может позвонить и договориться через посольство Германии договориться с компанией Деггера, и чтобы часть продукции оставалась здесь, необходимой для медиков, а говорить, безусловно, поскольку это будет приобретаться, то мы могли бы, я думаю, мы могли бы покрыть все затраты, затраты, потребности для медицины. Ну, мы знаем, что, к сожалению, правительство вспоминает о медиках только тогда, когда вот случается беда, сейчас отбавки получили медики, правда, тоже очень варьируется этот размер добавок от 50%, даже до 5%, это что, в принципе, достаточно смешно. Какая вообще ситуация, нет ли опасений, что как только пандемия закончится, скажет, нет, ну вообще у нас сейчас кризис, какие зарплаты, о чем вы говорите, уважаемые медики, спасибо и до свидания. Ну, я надеюсь, что не только мы, которые выступали последовательно за то, чтобы медицина получала рекомендуемое Евросоюзом финансирование и одновременно выполнила протокол о намерениях о повышении заработной платы, которое было и есть в законе о финансировании здравоохранения, мне тяжело представить, каковы сейчас будут аргументы, когда начнутся опять эти дебаты в отношении сколько нужно дать медицины и насколько должно быть достойна заработная плата в системе здравоохранения, что будут говорить оппоненты, и какие будут доставать козы, чтобы это, скажем так, не поддержать или отвергнуть. Как говорится, не удивлюсь, конечно, в очередной раз это самое, что, наверное, опять будет какой-то внешний враг, который, с кем надо бороться, наверно, найдутся еще причины, почему нужно деньги нападить в другое место, а не отблагодарить медиков за их борьбу сейчас, которые те, кто находится на передовой, как говорят, на войне с коронавирусом, не воздать им по заслугам. Да. Вот, говоря все-таки об экономических последствиях, ну, судя по данным многих экспертов, все не закончится завершением вот этого коронавируса. Понятно, что, наверное, люди, которые потеряют работу, не все ее обратно получат, многие фирмы закроются. Вот, как вы считаете, насколько вообще правительство, как вам, как оппозиционному депутату, насколько правительство адекватно реагирует на все эти вещи? Может, вот мы видели на днях цифры, службы госдохода. Вроде так звучит все красиво, вы знаете, до 700 евро мы поможем всем, кто вот это пособие по-простою, подавайте сведения. В результате среднее пособие размер 240 евро, а кто-то, по данным самого СГД, получил вообще 4 евро. Мне кажется, это похоже на какое-то издевательство. Изникает вопрос, мы хотим людей как, проучить, перевоспитать, что надо платить налоги, или мы хотим им помочь? Ну, вот, даже вчера, когда мы осматривали изменение в законе, который подразумевает, что каждому в семье, где есть дети, и которые соответствуют определенному статусу, можно будет самоуправление выплатить по 50 евро на ребенка, а потом правительство компенсирует самоуправление эти выплаты, вчера мы констатировали, что оказывается это возможно будет в таком случае, если самоуправление приняли сопутствующие нормативные акты. То есть, должны быть соответствующие обязательные правила, иначе нельзя будет их выплатить. И получается так, что через средства массовой информации всем будет сказано, что на ребенка можно будет получить по 50 евро, извините, Кроме вот этого пособия. А кажется, что скажем так, в каких-то самоуправлениях Латгалии, которые просто не принимали сопутствующие нормативные акты, это выполнить, сделать будет просто невозможно. И Рига, Рига, кстати, тоже нету парламента, депутатов, скажем так, депутатов больше нету. Есть временная администрация. Если не приняты соответствующие те самые нормативные акты, тогда и и же они не смогут получить. То есть продается, как говорится, такая красивая картинка, которая не всегда на самом деле настолько красива. Завернуты, конфеты завернуты очень красиво. То есть фактически, чтобы люди поняли, речь идет о том, что если человек, который получает пособие по простою, ему принято решение выплатить пособие, у него есть иждивенцы, то есть дети, то он на каждого ребенка может дополнительно получить 50 евро. Если есть соответствующие самоправления. Если в самоправлении приняты соответствующие нормативные акты. Если нет, то и нет. Да, и вот опять же вопрос, если нет, значит, тогда или самоправления сейчас начнут собирать, я не знаю, насколько у них получается отдаленно собирать те самые свои депутатов, да, то есть из нашего управления собирались раньше по два раза в месяц только. то есть сейчас их нужно собрать. То есть очень много но, а помощь нужна сейчас и приняв изменения в законе, правящая коалиция, это уже продает как заслугу, которую люди могут, а кто-то может даже ее не увидеть вообще. А вот я так понимаю, что пока правящая коалиция даже в условиях кризиса особо с оппозицией сотрудничать не хочет, да, потому что, по-моему, один из экспертов сказал, что вообще было бы логично в этот кризисный период включить и в кризисный совет представителей оппозиции, ведь фактически сейчас, наверное, не время для такой политической борьбы. Ну, я могу сказать, что, безусловно, если говорить эти взаимоотношения, которые есть в парламенте, то мне кажется, что оппозиция наоборот поступает более ответственно. Да, мы подаем поправки, безусловно, это наша обязанность, несмотря на то, что правящая кризиса уже разработав законопроект, она подразумевает, что его просто невозможно менять, потому что они все посчитали, они считают, что это правильно. Но, к сожалению, они не всегда очень подготовлены хорошо, правильно, если на подготовленной к обминам изменения в законе потом парламентское юридическое бюро дает по каждому закону 5-6 поправок, это говорит о том, что или некачественные сырой документик, или некачественно работают юристы в Кабмине и в министерствах. Притом, что последний раз это был вообще нонсенс, это когда в одном законе указывается в переходном периоде указывается ссылка на совсем другой закон. То есть, это юридический нонсенс, потому что нельзя ссылаться в одном законе на другой закон, нужно менять тот закон. И получилось так, что мы приняли изменения в законе и одновременно открыли тот закон, который нужно было открыть уже к Абмину, который давал на парламентское рассмотрение свои поправки. То есть, работа оставляет желать лучшего и то, что мы указываем на недочеты или на немножко другой подход, который должен быть в этой ситуации и каким образом нужно помогать людям. Правящая это работает голосующая машина, которая работает именно в одном режиме. То, что подал Кабмин, все поддерживаем, все, что подала оппозиция, просто даже не рассматривается, аргументов, как правило, нету, если хорошо подготовлено по праву, аргументов нету, или или какие-то просто отговорки, лишь бы только не принять. Еще вот, если мы говорим о последствиях, может быть, этого кризиса, вот насколько, как вам кажется, все-таки, может быть, та стратегия, которая бы раньше у государства максимально закрыть вот эти больницы в регионах и все это в центре, наверное, тоже оказалась не самая оптимальная в ряду. Слава Богу, что нам не пришлось, может быть, задействовать какие-то там полевые госпиталя, будем надеяться, что и не надо будет, но тем не менее. Да, то, что я говорил, что это пять умерших, да, вчера было, по крайней мере, пять умерших, это, конечно, очень, это очень хороший, если бы так можно сказать, Понятно, что для родственников это трагедия, но с точки зрения, да, для страны. Но если мы говорим это самое, наблюдая, что происходит в Старой Европе и в Америке и в Китае, то, конечно, мы можем, если так можно, так сказать, радоваться этим результатам. И поэтому сейчас действительно тяжело сказать, насколько это было правильно, правильный был подход в реструктуризации больниц, когда часть больных делалась это самое амбулаторными, с дневными стационарами. Больше я считаю, что неправильно это было то, что центр медицины катастроф был уничтожен, скажем так, переформатирован, и оказалось действительно, что мне всегда казалось, что есть какой-то статистический запас всего. Вам всем так казалось? А теперь оказалось, что нет. А теперь оказалось, что нет. Потому что я знал, что есть на топливо, там должна каждая компания, которая торгует топливо, она должна взять, по-моему, тридцатедневный запас должна держать на территории Латвии. Это есть с обязательным условием. Я, честно говоря, думал, что продукты у нас где-то, наверное, есть, где-то есть какие-то вещи, которые люди, которые отвечают за госрезервы, они это постоянно пополняют и меняют. Я, опять же, не хочу вспомнить то время, которое некоторые хотят вспоминать, когда помню, что тушенка периодически появлялась в солидоле, потому что мы знали, что это меняется, этот запас который был на военное время, проходило время, его отдавали в магазины и, соответственно, заполнялась новой. То есть, я, наверное, человек, который с тех времен, как говорится, военного времени, думал, что это все продолжается. Оказалось, что нет. И то, что сейчас я надеюсь и это будем держать на контроле, вот когда это закончится, при этом какое-то время мы узнаем, что у нас есть в запасах, будем это контролировать. Если опять это не сделают какой-то военной тайной, да, как правило, Министерство обороны, что это будет являться тайной и имеет ограниченный доступ. Ну, если жители страны не будут об этом знать, не будут знать парламентарии, значит, тогда я буду понимать, что опять следующая любая схожая ситуация, мы столкнемся с тем, что мы столкнулись сейчас, когда слава богу не поднадобились аппараты искусственной вентиляции легких, то есть те, что есть, их хватает и они задействованы, но то, что мы не смогли обеспечить системами индивидуальной защиты медиков и тех, кто по долгу службы коммуницирует с возможными больными, с группы риска, да, это, конечно, большой прокол этих людей, которые занимаются национальной безопасностью. Может быть, последний вопрос, фактически возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот многие задавали вопрос, может быть, в разгар вот этой пандемии, когда выяснилось, что депутат Камнич, ну так, безответственно, я подбираю слова дипломатические, себя повел, ну и многие, даже радиослушатели, тоже звонили и говорили, ну он же депутат, тем более поддерживающий правильную кулину, ничего ему за это не будет, ну может быть, только все ограничится тем, что вы ему предъявите счет на эти 100 евро, вот ваши ощущения? Нет, во-первых, я считаю его, что он один из тех, кто, на мой взгляд, возможно, виновен в смерти Юта Стреки, потому что, понимаясь, если действительно, он с больной был коронавирусом, и передал этот коронавирус депутата Юта Стреки, то человек, который ушел за неделю, да, как правило, в таком возрасте умирают или люди с хроническим заболеванием, или ослабленные, да, очень этим самым. Понимая, что она болела с заболеванием, которое подразумевало ослабленный иммунитет, мне кажется, что он был отчасти сопричастен к тому, что человек только даже не сопричастен в свои 50 лет, поэтому я думаю, что не только я один, я думаю, что многие захотят, чтобы он ответил и по закону, и по совести. Ну что ж, будем надеяться, что это произойдет, потому что мы уже понимаем, что очень важно, чтобы те, кто находятся во власти, они чувствуют свою ответственность, и чтобы люди не говорили, что у нас есть неприкасаемые, правильно? Я считаю, что и депутат Кучинский был неправ, который, придя в магазин без средства, без маски, да, он не больной, у него ответственно был тот самый, но если нас всех посадили на самоизоляцию, 2 недели, то надо было там находиться, но если ты идешь в магазин, ну так, будь добр, одень этот самый маск, одень этот респиратор, и этот самый бывший премьер-министр, гуляющий по Скайу в Мэшцемсе, ну я понимаю, что вызвал недовольство я охранника, который его узнал, и вызвал полицию, кстати, мне тоже интересно будет, чем это закончится, потому что полиция, по-моему, так понимаю, составила акт и будет это дело разбирать, да, но тоже вот интересно, вот чем это все закончится, потому что, ну мы должны показать обществу, что мы, на нас такие же ограничения, какие и на других членов общества предполагают. Виталий Аров у нас был в студии, депутат Сима.